не рекомендую вам лазить в таких местах настоятельно не рекомендую слушай ну про вообще какое-то сказочное место ну что ребята всем привет я уверен на 99 процентов в том что не видя название ролика никто бы из вас не догадался что мы находимся в центре ростова мало того мы находимся буквально 200 300 метров от дома правительства и посмотрите на это место это настоящая аутентичная сказка самом центре города конечно же предвижу что многие со мной не согласятся когда такие места находятся в центре города а люди живут не совсем комфортных условиях малый переулок пересечения с газетным и ворошиловским проспектом но на мой субъективный взгляд именно такой контраст придает городу особый колорит и очарование ну что же тогда давайте поближе познакомимся с городом и с его жителями и Друзья, а прежде чем мы продолжим, требуется помощь близкому мне человеку Она попала в тяжелую жизненную ситуацию, плюс к этому у нее случилась страшная болезнь Стоимость лечения в зависимости от назначаемых процедур и способа лечения примерно от 50 до 170 тысяч рублей Кто готов помочь, реквизиты Елены я оставлю в описании Сейчас мы находимся в Нахичеване, этот район условно можно назвать армянским И сейчас идем мы к армянской церкви Инициатива Екатерины II о переселении армян из Крыма была основана на том, чтобы колонизировать черноземные земли Донского края И лишить экономической независимости крымского хана, который облагал армян большими налогами На тот момент крымское ханство еще имело независимость от Османской и Российской империи Но Екатерина II не оставляла цели присоединения Крыма к России Переселение армян на землю Ростова завершилось в 1779 году А вот, кстати, к вопросу о геноциде армян Памятник геноциду нет Столетие этой даты установлено Обратите внимание, сама скульптура представляет из себя, насколько я это понимаю, сломленные руки Тянущиеся к небу Вот памятник прямо перед армянской церковью В памяти погибших в годы Великой Отечественной войны В этом же районе, недалеко от этой церкви Есть одноименный рынок, который был основан еще в 17 веке А это Нахичеванский базар Основан в 1779 году Проходите, женщины И до сих пор действует Интересный такой момент А вот, кстати, вывеска, говорящая о годе основания этого рынка В общем-то, стандартный российский рынок, который находится практически в каждом российском городе Вот кому интересно, могут цены посмотреть, сравнить А вот, кстати, мы с вами находимся в 19-м городе А вот, кстати, что такое Сажиги в учителя Сажиги в учителя Сажиги в учителя Еще пару Ай, пальцы, сажиги в учителя Ари С походом Спасибо Спасибо С походом урок Сажиги в учителя Когда ее перешли Да, но все Да, 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 да Еще пару Вот в Ростове есть такая фишка интересная Сейчас Дэн нам про нее расскажет Да, распространено Вообще хождение в Ростове с масками не приветствуется Люди не сильно любят Но почему-то в Ростове это не прижилось Это ношение масок И часто такое бывает Люди приходят, фотографируют И, соответственно, фотографируют И потом штрафуют людей Продавцов В основном продавцов Вот так вот А ты еще, Дэн, говорил То, что, как бы Частые проверки Телефонов Обычных граждан со стороны полиции Просто могут остановить Да, видите, мой повод То есть ты часто оказался В каком-то районе ночью И, соответственно, у тебя нет Никакой причины там Ты не живешь То есть могут проверить телефон На наличие Каких-то фотографий Каких-то запрещенных сайтов То есть полиция здесь бдит Бдит Достаточно жестко А как думаешь, на чем это все основано Вот такие меры безопасности? Например, там у меня Кто-ли такого даже близко нету? В основном жалобы жителей Потому что постоянно Какие-то Усправивают Скороны Какие-то Складируют вещества И, соответственно, приходят потом Молодежь Часто незрелые Не достигшие 18 лет И, соответственно, Вскрывают их С целью употребления Понятно Портят фасады Портят фасады Цветники Вытаптывают Ну и вообще, в принципе, создают Такую обстановку Нежелательную Потому что часто бывает Что-то там не находят И какие-то происходят конфликты Понятно Которые переходят в стычки Ну и так далее А если брать Ростов вообще По уровню преступности То, согласно данным МВД За 2020 год Ростов занимает четвертое место в России По уровню преступлений С 62 тысячами преступлениями за год А если пересчитать Количество преступлений На количество населения То здесь уже получается Третье место С одним преступлением На 18 человек в год Собственно говоря И считается Что Ростов-на-Дону Получил свое неофициальное название Ростов-папа Как раз благодаря преступности Еще в начале 20 века Богатый портовый город С объемным денежным оборотом Манил сюда любителей Легкой наживы Со всех уголков России Гостеприимный Ростов По-родительски принимал Каждого желающего Предоставляя место Под греющим Донским солнцем По количеству краж Ростов бил все рекорды Соперничая в этом Только с Одессой мамой Еще в Ростове Ввиду особого уклада жизни Сформировался свой Социальный микроклимат О котором нам Денис и поведает Такое понятие В Ростове гулять по-ростовски Ходить по-ростовски То есть Ночью, когда перестают ходить Общественный транспорт И машины Все молодежь гуляет Просто по дорогам Обычно это не проспекты Обычно это Улицы С односторонним движением Основной старый центр Это называется Гулять по-ростовски То есть люди выходят на проезжую часть Да, молодежь Нету транспорта И все гуляют Это называется Не по тротуарам А гулять по-ростовски Понятно Проходить прямо по дороге Гулять по-ростовски Когда одна часть занята Другая свободна Можно спокойно гулять Да Но самое главное Видеть, что сзади Иногда есть машины Но вечером Практически нет машин Поэтому гулять по-ростовски Именно вот так Как я сейчас скажу Есть в Ростове Такая движуха Ее знают только местные Молодежь не знают Но старые Или там в районе Где-то 86-го года 82-го года Знаешь что такое Посидеть на казинаках Вот они Гоу Казинаки там Что такое казинаки Вот ближе Кстати тут легендарное Самое вкусное дерево Тутовник Приезжайте Вкусный белый тутовник Самый лучший Вот они казинаки Посидеть на казинаках Это означает Поугарать Полежать Только долго на них Не получится лежать Потому что остаются На полезной Ну если постоянно Вот так вот делать Полезные эти Штуки Ну массаж Вот это называется казинак Только в Ростове Только в Ростове Такое выражение А еще ты Недавно сказал Какое Переподключиться Перевоткнуться Перевоткнуться Есть такое Выражение В Ростове Это означает Сделать мощно По-своему Так что никто Не сделает Ну типа Пантануться Но только мощно Перевоткнуться Перевоткнуться То есть движуха Это такое универсальное слово Которое можно Движуха заменила Все что угодно Движуха Это то что имеется В виду Такое Что угодно Пойдем на движуху Где моя движуха Движ Это все что угодно Там Вот видишь Вот этот движ Ну то есть Нападали листья Ну то есть Универсальное слово Опять же В Ростове Есть такие места Так как проблема С общественными туалетами Их в Ростове нет Просто нет До молодежи Приходится Ну так сказать Справлять нужду В определенных Чекпоинтах В местах Ну это одно Это относится к нему Называется Подписать Это ты культурно выразился Да? Да, культурно выразился Да На самом деле Постарь в простонародье Подальше от домов Да И собственно Чтобы не попасть В поле видимости Правоохранительных органов Страфуют здесь Да Поэтому Писайте только Правоохранительных местам И к месту говоря Многие жители Ростова Для борьбы с так называемыми Чекпоинтами Поссать Идут на различные хитрости Как и в данном случае Изначально можно подумать Что лампочка просто неисправна На самом деле Это сделано специально Чтобы создать Дискомфортные условия Для тех кто пришел Справить свою нужду Набережная Ростова Это конечно Особенное место города Куда приходят гулять Горожане И гости города Здесь немало памятников И мест для отдыха А это скульптурная композиция Не какому-то отдельному Историческому персонажу А абстрактная фигура Дону батюшке А это Как наверное многие Уже догадались Скульптурная композиция Григория Аксинья Из произведения Шолохова Тихий Дон Но у местных ребят Здесь есть свои Особенные места Это великое легендарное место Где кстати занимаются спортсмены Бегают туда-сюда Челночный бег Бег с препятствием Или бег с какими-то тяжелыми вещами Вот именно здесь Вот именно здесь Только местных бухают Только Почему? Потому что можно сесть Можно курить Оттуда никто не успеет добежать Потому что нормативы не все сдавали Так сказать Ну и соответственно оттуда Мы тоже видим людей И можем определить По походке даже По строгой походке Или фуражке Кто же там вдалеке Ну а прежде чем мы продолжим Настоятельно рекомендую Обратить внимание на канал Экшн Кинг Автор канала Вячеслав Более 10 лет Живет и занимается Бизнесом в Таиланде До этого он почти год прожил В Лос-Анджелесе И снова вернулся в Таиланд На остров Пхукет Этот канал о Пхукете Путешествиях Обзоре лучших мест Вилла, ресторанов А также о том Как с помощью инвестиций И трейдинга Достичь таких же результатов Когда работая онлайн Можно жить в любой точке мира Подписываемся на канал Ссылка в описании Ну в общем Как вы уже поняли В Ростове с юмором Все нормально И это проявляется Во многих местах Как например В данном случае В пивном магазине Еще в Ростове Сознательную часть граждан Которые стоят на красный свет Когда нет машин Шутку называют роботами А теперь давайте посмотрим Как у нас в Ростове Дела обстоят с жильем По поводу жилья Я вот снимаю Вот такую квартиру Такую квартиру Стоимость ее 1700-1800 в сутки Но у меня вышло дешевле Так как у меня На сайте бронирования Есть скидка 15% В общем коридор Гардеробная Гардеробная Вот такая комната С видом на детский садик И школу Вот такой санузел Стирание машинкой Кухня Есть балкон даже И мне тут даже уже Как прилагалось К квартире Чай-кофе Ну и здесь вот Приправы Соль и сахар В общем стоимость Такой квартиры В среднем В Ростове Где-то 1700-1800 в сутки Ну может быть Подороже Потому что этот вариант Был на мой взгляд По цене один из самых подходящих Ну и расположение Относительно неплохое В Ростове Есть значимые места Которые помимо их значимости Еще интересны событиями Которые там произошли Одно из таких мест Это театральная площадь На театральной площади Установлена большая стела Освободителем Ростова Мемориал посвящен тем Кто освобождал город От фашистов Его торжественное Открытие состоялось В 1983 году К 40-летию освобождения Южной столицы От немецких захватчиков Кстати в том году Вот эти колокольчики Или может быть Даже в этом году Ветер был В районе февраля Вот эти колокольчики Упали вниз Они лежали Наверное пару дней Все ходили в фотолюс Вот их потом Обратно подняли Денис рассказывает Про случай Когда со стеллой За сильного ветра Упал колокол А подростки Нашедшие его Глумились над ним Колокол обещали вернуть В мае 2021 года Но октябрь 2021 года Его так и не вернули Да, вот частный сектор В Ростове Казалось бы Большой город Но вот Театральная площадь Вот он Пожалуйста Частный домик Цены на недвижимость Колоссальные Ну вот здесь Знаешь какая ситуация Такая ситуация Есть похожая В моем городе В Туле То есть практически С домом правительства Находятся дома Даже худшего вида Почему Жители здесь Просто не хотят Из них выселяться Из-за стоимости Земли на данном участке То есть сами не выселяются И построить ничего невозможно Скорее всего Вот так все обстоит Здесь колоссальный график Здесь пробки Все стоит обычно И когда праздники происходят Парковочные места Где-то невозможно найти И очень Ну колоссальный трафик Именно здесь Вот именно конкретно В данной точке А если от Театральной площади Спуститься по направлению К набережной еще На несколько сотен метров Находится район Говнярка Как он выглядит Вы сейчас можете наблюдать Здесь когда-то был пожар Район Говнярка называется И многие люди не хотели Продавать свои участки Есть один момент На наш путь По стороне Сгорела кровля Там я не знаю Весь квартал сгорел В итоге Их будет много зданий А причина пожара Известна? Самого сгорания? До сих пор неизвестно До сих пор неизвестно Многие судят Сухого не было документов Соответственно Остаются без возможности То есть дома сгорели Или естались без жилья Да А жили без документов Да Пожар произошел 21 августа 2017 года Что происходило И как это выглядело Вы можете сейчас видеть На этих кадрах Сгорело Сгорело около 100 жилых домов За помощью обратилось Около 60 граждан Один человек погиб По одной из версий И так считают многие горожане Это был поджог Для того Чтобы освободить Эти земли Для новой застройки А когда до говнярки Мы спустились К берегу Дона То увидели Несколько машин Рядом с которыми Сушились вещи И на них Находились Солнечные батареи По всей видимости Это как раз и были Машины тех людей Которые остались Без своего жилья После пожара На самой набережной Дона Немало рыбаков Которые ловят рыбу Все бы ничего Только вот сам берег Дона Загажен совсем не слабо А вот рядом с хорошей Набережной Дона Находится еще одно Примечательное место Ростова Это Парамоновские склады Которые были построены В 19 веке Но местные жители Любили их не из-за Историческое наследие А заодно И интересную особенность О которой мы сейчас И узнаем Вот собственно Склады Парамона И вот конкретно Именно здесь Жители, горожане Смекалистые Все вот это заделали Вот это дверные проемы И оконные проемы В нижней части И здесь образовался Родник Голубого цвета Здесь вот родниковая вода Кстати все время И зимой и летом Плюс 9 градусов Температура Воды или воздуха Именно воды Здесь всегда И соответственно Люди Ну я помню Те моменты Когда прямо отсюда Прыгали Ну я думаю Скорее все Они были Подвыпившим Вот здесь Можно пройтись Прогуляться туда Если по кайфу Я там сидел Как-то Там где Вот в том месте Где сейчас Голубь А выглядело Все раньше Это Следующим образом Вода Действительно Прозрачная Частейшая Вода Вот этот уровень Круглогодичная Была вода Тут люди плавали А что случилось Почему это все Разобрало Администрацию Потому что Участились случаи Что люди Невменяемые Здесь соответственно Устраивали Помимо шабаши Употреблением И возлиянием Устраивали тут драки И короче Падали отовсюду Но вот Это здесь Немаленькая Такая Грешеная была Закрыт Да и вот По вот этот уровень Вот Вот просто Плавали люди Тут еще Глубина Больше Кирпичи Примерно Человеческий Рост Была глубина По плечам Иногда Больше Наполнялась Но ее Разбирали Часто Если ее Забить Полностью Вода Будет Соответственно Заполнится Везде Там Упаливается А вот Так Вот Собственно Говоря И происходило Разрушение Бассейна На Парамоновских Складах Здесь Можно Шашлычок А То есть Здесь рядом Был бассейн А за стенкой Уже Как бы Здесь аборигены Местные Они Как бы Садятся Сюда И Играют Либо В нарды Либо Кушают Что-нибудь А раньше У них вообще Было Раздолье То есть Через стену Бассейн Здесь Присесть Отдохнуть Там Выбита Дверь Можно Было Нырнуть Спокойно Опять сюда Прийти Все условия Для жизни Развлечений Были Да Открыто Пожалуйста Небо Кислород Из неба Самый чистый Комаров Практически Нет Официальной Датой Основания Ростова Считается 15 декабря 1749 Года Когда Своим указом Императрица Елизавета Петровна Основала Тимирницкую Таможню Часть Сохранившейся Арки От которой Вы сейчас И видите В связи с тем Что городу Около 300 лет Здесь немало Исторических Зданий Но из которых К сожалению Находится В плачевном Состоянии Вот это здание Ростове За него Собственно Происходили битвы Его хотели Снести И горожане Вышли Весь район И Все активные Граждане Вышли Чтобы защитить Чтобы Спасти Это здание А что это Вообще За здание Это здание Купца Я честно говоря Не помню Какой-то купец Вообще Я в Ростове Много купцов И все они Меценаты Меценатствовали То есть Скрыли школы Доходные дома Заведения Так сказать Для Простого Люда Чтобы В них Скрасить Как это Называется Свободные От работы Дни И собственно Вот этот дом Это Просто Шкатулки Ростовых Красивых Домов Это Это Жемчужина То есть Получается Снести Не снесли И Реставрировать Не реставрировать Очень дорого Нету Инвестора Еще никто Не нашелся Поэтому Вот если Кто-то Хочет Проинвестировать Такое Великолепное Здание Вот С администрацией Можно вопросы Решить Короче Вопрос О отсутствии Наличных Средств Для Реставрации Да Хотели Но Не смогли Смотрите Уникальная Дверь А ее Даже Заградили Железной Загородкой Вот там Осталась Надпись Еще Квартиры А какого Года Дом постройки Известно 1906 По-моему Там написано Что-то На самом Верху На Вот Этой Колонне Да 1906 Помимо Заброшенного Исторического Наследия В Ростове В городе Немало Так называемого Ветхого Жилья Который Во многих Случах Находится Практически В самом Центре Короче Представляешь Иметь дом В центре Города И еще Здесь Дворец Сейчас Я приведу В порядок Мне вообще Везет На центре Сейчас Я покажу Мать Купила Квартиру В Москве Обалдеешь Вообще Вид вот На Кремль Прикинь С отна Здорово Я замерз Я говорю Мама Ну куда ешь Ну Свой Шашлычок Можно организовать Да Конечно Ну здесь Земля вообще Дорогая Насколько я понимаю Офигительно Дорогая Да Ну это самый Центр города Ну я вживу Вообще Самый центральный Дом У меня на Большой А здесь Ты не живешь Здесь Это мой Дом А то Малень Квартира Ааа В самом Центральном Доме Ростова Напротив Лемена Понятно Рава Ютуб Хочешь? Что? Откуда сам С Москвы? Стулы А Стулы Ага Ну он Подсказывает Первый Все Есть Вон Верхний Подписейшн Колокейшн Я вообще Автомобили Люблю Я уже За рулем Наверное Десять не езжу Пошел Так сложилось Как-то Ну так-то Да Ну давай Посмотрим Легендарный Соус Пьяный Медведь Да Сейчас ты Покушаешь Сам готовил Да Лично Сам Конечно Здорово Ростовское Гостеперимство Небольшое Каждый Дом Спасибо Пожалуйста Всегда Welcome Белка Welcome Да Хорхе 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 Нашли Он ржавый Уже там На стрёме Да Ржавый Он постоянно Он у нас А то Что говорил Славик По поводу Ростовского Гостеприимства Исходя Из моего Опыта Это не для Красного Славца И не просто Пустой звук Улыбнись Улыбнись Людям Ну Капризничает Надо Пожжать Просит Нет Да Он жрет Целый День Он у нас Кушает Целый День Так что Серый У меня Папа Шумер Да Я слышал Хоронить У меня Немного Веселья Ну да Понятно Настроения Никакого Ни на что Нету Слушай А какое Было Место Серый Ты бы Блин Знал Я сейчас Тебе фотки Да Да Я видал Там Тенден Покалу Короче Вода Такая Офигительная Бирюзовая Прозрачная Да Прозрачная Все там Не имущееся Ну не то что Бомжи А люди Бедные Приходили Купались Прикинь А потом Разрушили Жара Страшная 40 градусов Мы заезжали На Газель Я хочу Работали Днем Заедешь Туда Вернешь И все Два часа Кайфуешь Ходжи Небало Родниковая Вода Да Да Уроды Взяли И ничего Самое главное И дело Просто Разрушили Но ничего Не делают Ешьте Да Слушайте Сказано Нет А там надо Замок сорвать Дядя Там возможно Ладно Славик Спасибо Давай Еще увидимся Еще увидимся Отлично Кстати О Колеса у тебя Какие Да Все Муранское Стекло Представляешь Такая пепельница Стоит Не меньше Тридцатки Такая пепельница Это реально Какого-то там С острова Мурана Такого острова Существует Или ты прикалываешься Мурана Да Я разбираюсь В магазине Дорогих Подарков Вот Это пепельница Муранского Стекла 30-35 Может и Больше Может 60 Маленькие Безделушки Стоит 20-25 Тысяч Магазин Стоит А где я взял Не помню Нанести урон Невозможно Просто кусок стекла Прикольно Ну можно Конечно Сдуру разбить Зачем Короче Все Ржавый опять здесь Да Он на довольствие Так что Кто забыл Ты не забыл Нет До следующего раза Когда газовая атака Начнется Короче Не прощаемся Ну все Давай До встречи Пойдем Да это жесть Осторожно В сторону В сторону Мы тут не проедем Так Ребята А здесь Вот находится Географическая Точка Ростова То есть Самая середина Этого города Ага И километраж До разных городов Рио-де-Жанейро Мехико Мадрид-Рим Лондон Ну и так далее Еще В Ростове Есть несколько Памятников О которых Стоит Опомянуть Один из них Памятник Первоконникам Который изначально Был задуман Как освободителем Ростова От белогвардейцев У этого памятника Есть своя Необычная история Считается Что на коне Изображен Буденный Когда на открытии Памятника В 1972 году Пригласили Старых красноармейцев Один из них Возмутился Как так Не ездил Буденный На кобылах Не командирское Это дело И вследствие Этого Памятнику Добавили Анатомическую Деталь Присущую Коню А в 1996 году По требованию Казаков С памятника Сняли табличку С надписью Сооруженного Знаменования Освобождения Ростова-на-Дону От белогвардейских Банд В 1920 году Также Поводом Для дискуссий И шуток Является Матрос Кидающий Гранату В сторону Здания Полупреста Президента России В Южном Федеральном Округе Ребят Я не очень Люблю Памятники Но здесь Смотрите Такое Неординарное Решение Настоящий БТР В общем Так Вбили его У гранит Если так Можно выразиться Один Неординарный Памятник Я вам Показал Памятник Буденову Наконец Его Причиндалами И вот Смотрите Вот такой Вариант Еще То есть Я думаю Это пропускать Не надо И здесь Смотрите На днище БТР На днище БТР В фамилии Солдат Памятник Афганцам Вот такая Вот инсталляция Если можно Так назвать В одном Из районов Ростова Металлическая Роза С благодарностью Россиянам От жителей Донбасса Конечно Конечно Не стоит Упускать Из вида Архитектурный Памятник Ростова Самое Красивое Здание Города В котором Сейчас Находится Городская Администрация Помимо Этого Это здание Считается Самой Красивой Городской Администрацией России Построил Эту церковь Греко-римскую Относится К православным Истокам Я не знаю Как Иван Савиди Меценат Города Бывший владелец Табачной Фабрики И владелец Всяких Заводов Пароходов Построил Такую церковь Значит Вообще Эту церковь Планировали Построить На месте Кукольного театра Кукольный театр Не стали Разбирать И вот Выделили здесь Место Чтобы построить Вот собственно Два года Где-то Ее свояли Логично Оставить Кукольный театр И поставить На другом месте Церковь Как бы Это Не очень Это Айс Когда Кукольный театр Рушится На его месте Строится Что-то другое Будто церковь Или еще Что-либо А когда примерно Она была построена Где-то Три года Назад Рядом с церковью Буквально Через дорогу Не знаю Совпадение Или нет Или этот Меценат Целенаправленно Построил Рядом С Ростовским Централом Вот Ростовский Централ Более близкого Расстояния Не будем Снимать Испытывать Судьбу Рядом С Ростовским Централом И Этой церковью Еще находится Одно Значимое Здание Города Некоторые Называют Его даже Визитной Карточкой Это Публичная Библиотека Сейчас Попробуем Пройти Посмотреть Что там Внутри Там Такое Интересное Сочетание Трех Значимых Зданий В одном Месте Церковь Тюрьма И Библиотека На самом деле Библиотека Очень классная И там Даже Можно Почитать В спокойной Обстановке В условиях Ботанического Сада Единственное Снимать Можно Только На смартфон Иначе Будет взиматься Плата Как за Профессиональную Съемку В Ростове Принято Такие Помечать Так как Нет метро В городе Помечать Какие-то Чекпоинты Места Ну чисто Которые Местные Разбираются Допустим Там Яйца Казинаки Яйца То есть Это тот Памятник Будемному Где Каню Приделали Причинное Место Да Базар Там Я не знаю Сказка Это По западному Парку Левый Левый Это Не говорится Берег Левый Это Что угодно То есть Левый Это Там Где Гуляют Наслаждаются Люди Что там Еще ЦГБ Правда Говорится Не ЦГБ А ЦГБ Когда Более Понятно И сразу Люди Понимают Кто Ты То есть Местный ЦГБ Слушай Скажи А как Местный Называют Ростов Там У вас Аббравиатура Своя Да Вообще Часто Часто Горят РНД Кто То есть Понятно Ростов На Дону Сокращенно Да Ростов На Дону РНД РНД Куда Там В РНД Шка Дэшка В РНД Шка Ну Это Любя Любя А так Ну Именно Ростов На Дону Никто Не называют Просто Ростов Пишется Везде Хотя Есть Там Ростов Великий Да Да Есть Такой Город Но Совершенно Другой Город По-моему Золотой Кольцо Входит Пушкинская Пушкарь И вот Кстати Есть такая Заминка Вот Есть Улица Горького А есть Улица Пушкина Нету В Ростов Улицы Пушкина Есть Улица Пушкинская Вот Почему Пушкина Отсутствует А Пушкинская Есть А Горького Называется Не Горьковская А Горького Вот момент Момент Интересный Кто может Разгадать Я сейчас Нигде Не могу Найти Такое Да Действительно Почему Понимание Как Что Это Почему Так Кстати По Вот Эта Улица Улица Садовая Она Начинается С самого Начала Вокзала И Заканчивается Театральной Площей Дальше Начинается Улица Советская Вот И Раньше Ну Где-то Лет 7-8 Назад Только Могли Себе Позволить На машине Проехать Только Люди У которых Финансовое Состояние Позволяло Потому что Здесь стояли Гаишники И как бы За это Штрафовали То есть По улице Садовая Нельзя было Ездить Только Красноармейская Вот Потом Это Отменили И Соответственно Проезд По Садовой Улучшил Собственно И атмосферу Города И пробки Снизились Ну Просто Все наладили Вот такие Карманы Сделали Удобные Для автобусов Их раньше Не было А озеленение Произошло Посадили Клены Вот Это Первый Год Как они Принялись То есть Многие Не принимаются Красивые Листопады В Ростове Осенью Правда С наступлением Холодов Бывает так Что лежит Снег А дерево Совершенно Зеленое То есть Листья Падают Вниз Как сказать Под вот этой Ледяной массой То есть Лед покрывает Их Мороз Ударит Когда Допустим Дождь идет И они Прямо падают Как такой Гербарий Лединки То есть Это такую Замечаешь Природную красоту Ну Именно В Ростове Практически Не бывает Желтая Осень То есть Сразу Зелень Падает На Асфальт На Землю Ну Город Отлично Убирают Вот эти Хорошие Решения Вот с этим Как Называется Корой Кора Сосны По-моему Соответственно Грязь Это вся Не разносится Регулярно Вот это все Поливается То есть Очень За центром Очень хорошо Смотрят Очень красиво И Город Преобразился Очень сильно После Футболиады Вот это Футбол Который был Это все Улицы Стали Односторонними В центре Пешеходные Пролеты Расширили Добавили Лавочки Которых Никогда Не было За всю Историю Ростова Никогда Не было Ни одной Лавочки Никогда И нигде Ни в одном месте Это было Очень странное Явление Так как Я живу В центре И соответственно Для меня Это была Загадка Почему Не на этой стороне Пушки Улица Садова Большая Садова Нету Собственно Эти плавочи То есть Футбольное мероприятие Дало толчок Для преображения города Неславый Очень Очень сильно Город преобразился Центр Практически Не узнаем И По сути Движение Те пробки Которые раньше Наблюдались Их сейчас Нет То есть Вовремя Оперативно Гаичники Вот это все Движение Разруливает То есть Пропускает Трафик Весь Чтобы он Уехал В сторону Батайска В сторону Юга И Соответственно Практически Практически Пробок Здесь не бывает Это Ушло В прошлое Ну Какие-то Моменты Бывают Как мост Малиновского Там Расширение Сейчас Одну полосу Все Запустили С Ворошиловским Были проблемы Когда не было Дублера Мост Сиверса Который построили Скоростной И Соответственно Сделали мост Дублер На Ворошиловского Соответственно И Трафик Увеличился И Пошло Развитие Соленое озеро Единственная там пробка На соленом озере Легендарное соленое озеро Весь город там отдыхает Обалденно Для детей Вообще Бесплатно Развлечить В Ростове Великолепная команда Ростов За нее Ну я просто Не футболист Но очень большое количество Людей Очень большое количество Ростовчат Приходит Болеет за команду За свою Там Нереальные Ощущения И Конечно Количество людей Которые приезжают Со всей области Из других Опять же Аэропорт Платов Это все Повлияло Это все Повлияло Кардинально Раньше был старый аэропорт Он был в районе Он сейчас там есть Туда перенесли рынок Так как сейчас Убирают рынки С Ростова Соответственно Тот аэропорт Он не мог Себя То есть Не мог принять Международный рейс Не могли Просширить полосу За своей пропускной Способности Не мог И вот этот Аэропорт И все Все зоны Очень сильно Повлияло На развитие города Реально город Зацвел Но многие скажут Как так Центр города И столько разрухи То есть Вот такой город Неоднозначный Уже в последний день Моего пребывания В Ростове Мы проводились По городу И с нами Произошел Один примечательный Случай Мы увидели Парней Вылавливающих Смартфон Который Они уронили В пруд В виде Их долгие Безуспешные Попытки Денис Взялся им Помочь Ты телефон Найди Не ракухи Ну там Наверное Что-то далеко Ушел Ничего себе И вот чудо Примерно в течении минуты Ему удалось Это сделать Он еще работает Надо этот аккумулятор Вытащить Так Все Миссия выполнена Ниха В это трудно поверить Но смартфон Работал Только при нас На воде Продержал Минут 10 Вытаскиваете батарею? Нет Ничего не надо Ничего не надо Надо разобрать Да-да-да И батарею снять О, у тебя бабло Там еще карта Сам понимаешь Как говорится Скрутил Кто последний Тот забрал Помнишь Древнюю русскую сказку Кто последний Тот забрал Я поражаюсь Да ну Как ты его нашел Ебаный брат На радости Что смартфон Нашелся Да еще работает Парень решил отдать Сидень Которые лежали В чехле Этого смартфона В общем-то Можно сказать Что посещение Ростова Закончилось Вот таким Неожиданным знакомством И эпичным фото В конце